Всем привет, друзья! Усаживайтесь поудобнее, у нас тут двадцаточка, ну почти двадцаточка, да, если быть точнее, это будет 19 тысяч рона там с копейками, но можно сказать двадцаточка, я люблю пересматривать такие реплеи вместе с вами, то есть я его еще не видел, я просто его записал и теперь посмотрим, как это происходило. И для меня будет двойной интерес, то есть с одной стороны, автор сразу предупредил, что это не супер-мега-какой нагиб, невероятный, с четырьмя орденами и 15 минутами боя, но от этого, если честно, мне даже стало интереснее, ну типа, блин, 19 тысяч набить, ну как бы это должно все очень складываться классно, и ты все должен делать тоже опять же не менее классно, поэтому такие реплеи в любом случае для меня интересны, надеюсь для вас тоже. В общем, давайте смотреть, как это происходило, во-первых, это Родион Газманов игрок на автоматике, 9 и 10 уровни, полноценный бой 15 на 15, позиция, ну в общем-то, довольно стандартная, но хотя вот бывает правее куст, обычно там на самом деле становится, он становится вот здесь, подальше от куста, чтобы с центра не поймать за свет, в этом есть своя логика, так что опять же, запоминайте, поднимается чуть выше, ну здесь видит, вдалеке высвечивается, смотрите, какой прострел интересный на Леклерка нарисовывается, который там по центру катается, ну залетает так очень неплохо, Леклерк просто вперед-назад катается, и только снаряды закончились, так бы сейчас залетело очень много. Подъезжает близко термик, откидывает от него дымы, чтобы опять же не сосветиться, потому что лучше здесь не светиться, она прилетает по полной программе. Ну и пока термик там вскрылся за зданиями, Леклерка подход еще один будет или нет? Вот зато высвечивается Меркава под усиленным казом, но против автоматика это не сильно ему поможет. Но попробую выцелить. Крепка броня, ну была, пока он не довернул борт, конечно, несколько выстрелов залетает, неплохо. Ну, возможно, возможно, да, здесь что-нибудь еще залетит, в это время высвечивается вдалеке ББМки, термика сливают, счет 15-12, ну как будто бы, да, выглядит как турбо-победа. Ну, то есть, все так складывается хорошо, там союзники давят, вот здесь высвечивается тоже, опять же, очень дальний такой прострел на Леопарда, который принимает тех, кто по Б-линии едет. Ну, неплохая позиция, в принципе, здесь очень такие нестандартные, здесь и прострелы с этой позицией, ну и, конечно же, вот сюда, под Андерса. Андерс уже не уедет. Ох, дуплет пролетает просто мимо, очень близко. А, это в союзника, видимо, влетело, а ну, зато союзник впитывает все, что летит, хорош. А, ну, кстати, не совсем слив, да, тут как бы сверху противники вроде как забирают направление. Бэм! Ну, и союзники как бы умудряются там подставляться периодически, то там, то там. Нет, это явно будет не турбо-слив, точнее, не турбо-победа. 8 тысяч домашки уже есть. Сейчас поедут, получается, с замка. Там вдалеке еще сопротивляются. Вот он как раз. Стоит боксер, ну, мне кажется, нет, боксера вообще там, по-моему, без вариантов, не будет видно. А вот пятнашка может появиться еще. А там высвечивается меркова. А как меркова высвечивается? Ну, это просто подарок, конечно, да. Тут без вопросов. Меркову сразу ловят на гуслю, и она в очень неприятном месте тормознулась. Ну, пока, да, опять же, да, без фейерверка. Типа, ну, просто стоит, там засветился, тип, там засветился. Здесь еще засветился один парень на ПЛ-ке. Хорошо летит. Но надо отметить, что позиция реально рабочая. С нее все видно. То есть все прострелы. Вот здесь прострел был интересный. А здесь прострел на дальние какие-то позиции. Ну, а пока позиция работает, в общем, что переезжать? В центре, судя по всему, противников уже нету. Там один десант остался, пятнашка. Ну, и мне просто интересно. Вот он в этой позиции и дальше будет настреливать, и так сделает почти двадцатку? Или все-таки сейчас какой-то будет еще экшон? Ну, с правой стороны как-то противники очень... Их там вроде подъехало много, но они очень так стеснительно приехали туда и не особо торопятся давить. Хотя, ну, их там принимает термик? Ну, не знаю, не знаю. Слушайте, а ну там на самом деле союзники-то, которые с бейлинии приехали, что-то там подзакончились. Их там тоже подприняли. Да и хпшки тут у некоторых немного. А, ну, они не выезжают. Понятно, почему они вот отсюда не выезжают. Их там союзники со всех сторон принимают. Отчаянный рвок без хп. Угаса в лицо. И это еще один минус. Ну, в принципе, опять же, все очень изи. Боксер вдалеке. Попробуй пробей боксера этого. Не особо там домашки залетело. Еще одна Меркова. И что, опять подставится? Где-то там, ох, по краешку едет. Но один выстрел получается-таки. И вот здесь, да, сейчас если подсветит еще раз, то Меркова его тоже. 7-7. Нифига, нет. 7-7. Довольно конкурентный бой. Прошло 5 минут. Чуть больше 5 минут. Опять ловит вот на тот дальний холмик. Прострел. Где принимают те, кто с Б-линии приехал. Надо опять же... Ох, в ответ пятнашка пытается блайндить, но все мимо. А было близко. 6 минут боя, да? 6 минут боя, в принципе, пока в одной позиции. Счет 7-7. Что интересно. Как бы тут еще не все понятно. Хотя противники очень просаженные по хп. Ну и пришло время. It's time. Или и так норм будет? Пока решил. Уж очень боксер. Там и пятнашка вдалеке, которые как раз простреливались. Очень манят его. А тут высвечивается кто? У-у-у, кашка. Ну опять же, тут сразу, я думаю, в минус кашку. Нет? Кашка выживает. Очень хорошо опять же подсветил. Блин, ну это вот... Не знаю. Вот я смотрю на это сам, если честно. Вы напишите в комментариях тоже. Я вот смотрю и думаю, блин, да что за фигня? Как-то как это происходит? Вот они просто... Там подсветился. Ты стоишь на ИТ. Очень злой ИТ. И не всегда получается настреливать, потому что, ну как бы, не светят союзники. Противников нету. Они все в закрытую стоят. А тут, ну это не сверх какая-то новая позиция. Ну вполне себе стандартная. Просто немножко левее стоял. Вот сейчас он переехал. Вот это вообще супер позиция стандартная. Здесь он уже прям на краю встал, потому что пофигу. Вряд ли кто-то его здесь высветит. А так, ну как бы ничего такого особенного в этой позиции явно не было. Меркова с левой стороны посталась там еле-еле живая, да. Ее осталось добить. С правой стороны пятнашка. Ну и теперь интересно. Ну должен же быть врыв, да? Под концовочку. Все-таки врыв оставшихся противников. Хотят 6-5 счет, как бы. Но у них очень мало ХП у всех. По идее их сейчас просто нужно вылетать и щелкать. Чем, судя по всему, он сейчас и займется. Потому что, как бы, ХП-то... Фулл ХП вообще даже не поцарапанный. А 15 тысяч на счетчике как минимум уже есть. И это только на счетчике. Там еще блайнды были стопудово. Вот снайперша. Ну, как бы плевать уже на снайпершу. Ага, вот он высвечивается. Последняя кашка недобитая как раз та самая. Ну, как бы тоже, опять же, пофигу. Хорошего кумуля дает. В это время начинаются замесы на другом фланге. И, в принципе, противники резко начинают таять. Ну, здесь уже просто врывается, падает, добирает. А там добирает оставшихся противников. Вот так вот, как бы, делается почти 20 тысяч урона. Чтобы вы понимали. С одной практической позиции там пострелял, там пострелял парам.